Субтитры сделал DimaTorzok Я раньше никогда ничего не ел с тёплыми крабовыми палочками Хотя я же ел пиццу с крабовыми палочками, почему? Она не казалась мне такой же на вкус Или это просто было давно, я не знаю Ладно Это вкусно Хлеб хрустит, сыр тянется, а крабовые палочки... Ну это просто крабовые палочки, и они хороши Есть предположение, что другой сыр был бы лучше Это сметанковый сыр, ну он... Я не знаю, может дело не в нём, а в крабовых палочках Вот что-то... что-то не так Не могу понять что В целом-то всё круто, но... Не, наверное всё дело всё-таки в крабовых палочках Которые я не ел тёплыми Ну ладно, сейчас в общем это кусок... Ну то есть бутерброд С раскатанной палочкой, в смысле развернутой Надо будет потом ещё попробовать с разрезанной Хруст просто невероятный Есть только одна деталь, которая отличает нарезанную крабовую палочку В составе данного рецепта от развернутой Нарезанная палочка не так сильно совается Не так сильно хочет упасть с твоего бутерброда Вот Ну, вот так Водичка, у меня есть водичка, между прочим Обычная водичка, вкусная, прохладная В общем У меня их всего пять Этих бутербродов Я сейчас ем второй Я подозреваю, что я сейчас съем все пять Потому что отличные Неудача по поводу блинчиков Один удачный блинчик Надо позвонить Томе Я не знаю, на чем я там остановился Ну то есть на чем прекратилась запись автоматически Но я говорил следующее Короче, итог Во-первых, мне нужно зарядить телефон Потом я посмотрел на экран и сказал Во-вторых, мне нужно перезапустить камеру Ну то есть я сказал бы это, если бы камера не была выключена Хотя, если бы она была включена Я бы этого тоже не сказал Потому что Ну, тогда бы не понадобилось это говорить Короче На вкус вот это вот норм На вид Нет, некрасиво С чаем С чаем отлично Ну Не знаю Попробую снова Через какое-то время Ну пока, то есть это похоже на Такую кашу из Теста Сладкую, вкусную С клубничкой Но это определенно не блинчики Ладно, а что же насчет Блинчика А блинчик хороший Ха И с чаем хороший Правда холодный Потому что он тонкий И он уже остыл И он лежал там один Потому что он один получился Такие дела Блинчики На этот раз получились Они просто прекрасны Я еще маслица на них положил Итак Пахнут приятно Пахнут ванилина У меня правда на этот раз нет чая Но я думаю это не страшно Ну отлично Все действительно получилось Я съел первый блинчик Просто за Один присест Ну конкретно потому что Он очень вкусный Я думаю второй будет таким же Блин, ну что сказать Ну не умею я как бы Хвалить Если все хорошо То все хорошо И сказать нечего Вот если бы плохо Я бы говорил там То плохо, то плохо Ну а так Хорошие блинчики Сладкие Приятные на вкус С приятным запахом Я думаю что если бы У них была начинка Это тоже было бы классно Причем любая вкусная начинка Как сладкая Так и соленая Ну да Мои такие больше сладкие Они больше к сладкой начинке Подошли бы Боже серьезно Я сейчас все блинчики съем Сразу Ну моментально Когда я готовил их дома Обычно их было много И сразу конечно же Их никто не съедал А эти я прямо сейчас съем Прямо сейчас Съем Потому что там скорее всего Неразборчиво И получилось Типа я сказал Прямо сейчас Ем Ну то есть Это тоже правда По поводу самой готовки Их сложно поддевать Чтобы перевернуть Они сморщиваются Но не Налезают на лопатку Возможно проблема В лопатке Или в сковородке Или все таки В блинчиках Как вы сворачиваете блинчики? Я просто сворачиваю Пополам Еще пополам Еще пополам Вот таким треугольничком Я видел людей Которые сворачивают В трубочку Или в полутрубочку Ну то есть Пополам А потом В трубочку Поперек Ой Я не посчитал Сколько их вышло Сейчас вот Третий снизу Он кстати Самый толстый Ну вот нечего сказать Но каждый блинчик Так же хорош Как предыдущий Поэтому я просто Продолжу Доем их Ну если понадобится Что-то еще сказать Я просто могу Опять включить камеру А пока Ммм Не важно Год 2016 12 июня Заметки по поводу Картохи С укропом И с маслом Напиток вода Наличие хлеба В наличии Так вот Запах отличный То что она Не чищена Меня смущает Но возможно Это никак Не портит ее Так и да Не портит Немножечко Не хватает Соли Тару взял Слишком Узкую Масло все На дне И неудобно В него макать Когда много Картох Не все таки Ее непочищенность Меня немного Смущает Как-то это Не знаю Даже Укропа Наверное Нужно было Больше Потому что Он тут Как-то погоды Не делает Ну или Делает Я просто Ну не могу Сравнить Со вкусом Этой картошки Без него Не ну в целом Не знаю Как бы ничего Сложного В этом рецепте Нет Ну в том плане Чтобы Описать Каждую Деталь Тут же только Картошечка Укропчик И масло Причем Укропчик И масло Я никак не Обрабатывал Я их просто Добавил Получилось Нормально Не знаю На твердую Четверку Примерно Как Сырники Были Да ем То есть Нет Такого Желания Вот бы Этого Было Меньше Вот бы Это поскорее Закончилось Нет Я доем В общем-то С удовольствием Вот так вот Прям за один день Две дегустации Сегодня 27 июня И У меня тут Салат Не винегрет Нет Не винегрет С кусочком хлеба И вилкой И сейчас Я буду его Пропухать Честно Вот лично У меня Ассоциация Когда Я увидел Этот салат Готовым Была Не с винегретом А с другим Салатом Который я готовил Из Сухариков Зелени И Красной Фасоли Пока я не Распробовал Сразу хочу сказать Что Курицу В салате Я Как-то не понимал В принципе Никогда Посмотрим Как здесь Я замечательный Человек Мне Часы Не мешают Замешивать Тесто Зато Очки Мешают Есть Салат Честно У этого Салата Приятный Свекольный Цвет Причем У селедки Под шубой И у винегрета Не очень Приятный Свекольный Цвет А вот У этого Салата Он Приятный Что касается Вкуса Укроп Напоминает Тот самый Салат О котором я Сказал С зеленью Фасолью И сухариками Ну а остальное Горошек чувствуется Курица Не очень Что для меня Пожалуй Плюс Ну а свекла Вообще Почти не чувствуется В целом Я думаю Это тоже Твердая четверка Никакого восторга Не вызывает Но Никаких претензий Тоже нет Кстати Возможно Он был бы вкуснее Если бы был Не только что Из холодильника А немножко Нагретый Ну в смысле До комнатной температуры И кстати Да Вообще Не ощущается Что в нем Сметана То есть Ну если бы Мне не сказали Что это сметана Если бы я не знал Заранее То я бы Закономерно Предположил Что это майонез То есть Сметана Себя не выдает И Ну наверное Это скорее Хорошо чем плохо 23 июня 2016 года Дегустация Рецептов От Тома Шарлотка Каюсь Я уже попробовал Кусок шарлотки Ну Это был Это были просто Яблоки Которые выпали Из Общей массы После того Как я разрезал Ну Вместе с тестом Я еще не пробовал Поэтому сейчас буду Вот У меня тут Чаек И Надо Вырубить звук В ноутбуке Чтобы он Не отвлекал Никого Итак Такое ощущение Что Тесто Недостаточно Сладкое Яблоки Может просто Слишком сладкие Поэтому Они кажутся Более сладкими Чем тесто Ну-ка Сейчас Откушу тесто Без яблока Чтобы попробовать Да нет Показалось В принципе Тесто тоже Достаточно сладкое Все хорошо с ним А только что Я съел яблоко Без теста И Оно сохранило Тислинку в себе Я не знаю Может быть Разные кусочки яблока По-разному подверглись Влиянию Сахара В целом Тесто мягкое Приятное На Ну Тактильно Только тактильно По отношению К Рту Изнутри Вкусное Сладкое Не чересчур Сладкое А именно Настолько сладкое Насколько Наверное Стоит Ему быть Правда Вот места Где яблок нет Ну Они немножко Такие Как бы Ну Пустые Так сказать Не несут В себе Никакой Самостоятельной Ценности Сильно Зажаренные Края Хороши Без них Наверное Было бы Лучше Но и они Ничего не Портят Они Приятно Хрустят Даже Короче Два кусочка Из четырех Я съел Ну То есть Из восьми В целом Потому что Там еще В кухне Осталась Половина Всей шарлотки Могу сказать Что все отлично Все состоялось У меня Нет претензий Если есть То они Очень мелкие И Их можно Игнорировать Буду советовать Это есть Всем Кто любит Сладкие Кондитерские Изделия Хлебобулочные Пошатал Так вот 27 июня Дегустация Прекрасной Курицы В маринаде Со сметаной И укропом Причем Со сметаной И укропом Не только В подаче А и Ну Изначально По-моему Выглядит классно Вообще Мне нравится Как я Украсил Ну не то Чтобы украсил В смысле Ну подал У меня есть хлеб Ну вперед Я уронил Кусок мяса Прекрасно Вот сейчас Попробовал Мясо без ничего И оно Как-то Ну что-то Кисленькое В нем есть Возможно Это из-за Укропа А может быть Из-за Маринада Не знаю Сейчас еще Один кусочек Контрольный Да не А этот Как-то лучше Так А теперь Со сметанкой Свежей Вкуснее Так И слинка Действительно Из-за Укропа Возможно Я положил Его слишком Много Или Скажем Добавил Его в сковородку Слишком Рано Или Слишком Поздно Я просто Вот взял кусочек На котором Прям Ну много Укропа И На нем Эта кислинка Тоже чувствуется Как на самом первом Однако Это не такая кислинка Которая Все портит Это просто Ну просто Особенность Без которой Было бы получше Но С которой Тоже неплохо Вообще Вот Сметана Очень сильно Очень хорошо Сочетается С этим блюдом Я уже говорил Что Ну Наверное Не в выпусках Но В целом Я Сам себе Как минимум Говорил Что вкусный хлеб Это Чуть ли не Треть Успеха Всего блюда Которое Ты ешь С этим хлебом Я вот не знаю Я В принципе Могу съесть Все Ну а могу И не съесть И Оставить на потом Тут в принципе На две порции Хватит Но Пожалуй Я все-таки Съем Все Тем более Честно говоря Мне еще Вечером По плану Ну не вечером Через Два с половиной часа Дегустировать Салат Ну и Он запланирован Как полноценное Блюдо А Полноценное Блюдо В виде Салата Ну Оно Наверное Требует Чтобы До него Я наелся Нормально Поэтому Я съем все Это очень классно Вообще Мне нравится Это знаете Даже Это даже Не твердая четверка Это Пятерка С минусом Вот так Иллюстратор Установился Борщ Пахнет Как борщ В пузатой Хате Вот А теперь Я буду Его пробовать Тома Пишет Мне А Нет Уже Не пишет Хлеб Горбушка Короче Я забыл Посолить его Пойду Посолю И Этот Посолю И Всю Кастрюлю А потом Вернусь Темные силы Помешали Мне Попытались Помешать Но у них Ничего Не получилось Я посолю Борщ И сейчас Продолжу Его дегустацию Такой же Как в пузатой Хате Ну К борщу В пузатой Хате Я отношусь Нейтрально Он не вызывает У меня Таких ярких Эмоций Как Солянка В пузатой Хате Гороховый Суп В пузатой Борщ Как Борщ Как Борщ Темные силы Опять мешают Мне Моя машинка Сейчас Опять Сломается Из-за Того Что У нее Проблемы С отжимом Итак Я Все Устранил Борщ В пузатой Хате Да Он Ну Обычный И Да Я Собрался Сказать Что Моя мама Готовит Борщ Вкуснее И нет Это Непредвзятое Мнение Я Не считаю Что Моя мама Готовит Вкуснее Лучше Что я Сейчас Сказал Заново Я не считаю Что моя мама Готовит Вкуснее Что-либо Другое Из того Что я В рамках Этой Передачи Раньше Готовил Но Борщ Да Поэтому Мнение Непредвзятое К этому Борщу Я Отнесся Так же Как Борщу В пузатой Хате То есть Нейтрален Ну Нормальный Такой себе Борщ Даже Нечего Сказать Больше Нечего 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 Нечего